МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тотальный диктант в этом году писали на два северодвинца больше, чем в прошлом. 419 человек приняли участие во всероссийской проверке грамотности. Двух нетрезвых водителей задержали сегодня полицейские буквально в одно время. Один попытался скрыться, другой сел за руль чужого автомобиля. Два увлекательных и боевых матча в спортзале Фокси-Вмаш прошли полуфинальные поединки открытого чемпионата Северодвинска по флорболу. Мы против терроризма, Петербург, мы с тобой. Такие лозунги можно было слышать на площади Победы. Так жители города выразили свою солидарность с жителем Санкт-Петербурга. В Северодвинске, как и в других городах страны, прошла акция «Вместе против террора». Около тысячи северодвинцев почтили минутой молчания жертв теракта в петербургском метро. Многие из них пришли с транспарантами. Терроризм – угроза человечеству. В единстве наша сила. Рабочие, студенты, школьники. Люди приходили даже с семьями. Однозначно, мимо такого пройти невозможно. Ну, тут слов нет. Просто одни слезы. И поддержка тех, кто с этим связался в Питере. И жалко просто, жалко людей. Терроризм – это плохо. Он всегда и близкий, родные. Поэтому мы должны всем фронтам стать против терроризма. Подобные акции прошли во всех крупных городах России. В Архангельске у театра «Драма» собрались около трех тысяч человек. В Северодвинске на площади Победы выступили руководители профсоюзных организаций, городообразующих предприятий, городского совета ветеранов войны и труда, представители других общественных организаций. Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память жертв взрыва в метро в Санкт-Петербурге. Но среди пострадавших были и дети. Сегодня нам надо вспомнить всех жертв теракта, и особенно жертв Беслана. Терроризм. У него есть очень характерные черты. Это подлость и жестокость. Поэтому они воюют только с незащищенным мирным населением. Они нам бросают вызов. Мы готовы. Террор не пройдет. В конце участники акции поддержали резолюцию, в которой осуждался любой экстремизм, и был призыв сплотиться еще теснее. Затем пришедшие возложили гвоздики к зажженным свечам в память о жертвах террористических актов. Александр Петровский, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. В Северодвинске возобновился снос аварийных деревяшек. Одновременно в городе строится новое жилье, куда и переедут жители ветхих построек. Как ведутся работы по программе переселения граждан из аварийного жилфонда, сегодня проверил мэр Северодвинска Михаил Гмырин. Здание Беломорский, 19, должно снести до 30 апреля. Таковы условия контракта. Этот подрядчик занимается сносом в Северодвинске уже третий год. Поэтому сомнений, что уложится в срок, нет. Глава города указал обратить внимание на безопасность. Детей достаточно много, они из соседних домов начнут ползать. Не дай бог, кто там травму получит. В ближайших планах комитет ЖКХ снос Беломорского 36-15, Республиканская 29, Советская 33А и 38-7. Жильцы аварийных домов едут в пять новостроек. Одна из них в районе Лесной 28. Здесь заканчивается кладка четвертого, последнего этажа. Одновременно монтируют оконные блоки, внутренние перегородки, инженерные сети. Это единственный объект, где есть отставание от графика. Сколько людей это на объекте? Где-то в Прентопильске, или что, где-то вот так. Я вам должен сказать, что у нас по всем остальным подрядчикам все идут с опережением. Поэтому у меня просьба, вы тоже посмотрите, чтобы в график-то все-таки вписываться. Отставание от графика архангельский подрядчик пообещал ликвидировать до конца следующей недели. Срок сдачи всех пяти объектов – с сентября этого года. В разной степени готовности находятся все остальные дома. Это четыре дома. Два дома возведены, выполняются работы уже по кровле. Три дома в разной степени готовности. Это в основном работы по терпичной кладке и последних этажей. Таким образом, в сентябре город завершит четвертый финальный этап программы переселения. Анна Бибикова, Михаил Тараканов, Вестник, Северодвинска. Свинина и мука подешевели. Молочные продукты подорожали. Ситуацию на продовольственном рынке по морю в первом квартале обсудили на освещании в правительстве области. Подешевели основные продукты питания. Это свинина, масло подсолнечное, яйца, сахар, соль, мука, греча и кура. Подорожали молоко и сливочное масло. Как сообщила министр АПК и торговли региона Ирина Бажанова, это связано с дефицитом сырья и сезонным фактором. А это отразилось и на стоимости сливочного масла. Также сезонно подорожала рыба. По информации Ассоциации предприятий рыбного рынка, дальнейших серьезных изменений ее стоимости не предвидится. А подорожание пшена связывается с окончанием акций у торговых сетей. В мае-июне прогнозируется сезонное повышение цен на овощи и фрукты, нового урожая. В летний период ожидается снижение ценников. Кто станет директором? Весь учебный год в 13-й школе нет руководителя, исполняет обязанности зауч. На место директора желающих оказалось трое. Все они прошли конкурс в три этапа. И сегодня имя победителя озвучили в Управлении образования. Одна вакансия, три кандидата. Учитель технологии, проработавший много лет в 13-й школе, бывший тренер и опытный зауч, преданный своей альмаматор. С 3 по 9 апреля кандидаты на вакансию директора 13-й школы представляли и защищали публичную программу развития. Проходили аттестацию. По итогам всех трех этапов больше всех баллов 24,94 набрала зауч 13-й школы Светлана Зуева. Мы продолжим работу, ту работу, которая была начата предыдущим директором Юлией Васильевной. Это и направление работы с одаренными детьми, развитие интеллектуальных, творческих и спортивных способностей. Это работа дальнейшая по патриотическому воспитанию. Ну и, наверное, вот самую просьбу удовлетворимые родители, перейдем на пятидневку хотя бы в начальной школе. Светлана Зуева с 19 лет работает в 13-й школе, начинала учителем начальных классов. У нее также есть образование педагога-психолога и управленца. На должность директора подходит по всем параметрам. С сентября 2016-го уже исполняет обязанности. Поэтому все задачи руководителя знает не только в теории, но и на практике. Она единственная из трех претендентов прошла аттестацию. В 13-й школе за 34 года уже четвертый директор. Впереди подготовка документов и официальное назначение. А сегодня в управлении образования уже готовится комиссия для проведения конкурса на замещение вакансии заведующего детским садом «Цыплята» на Яграх. Возможно, в этом году также определятся директора 14-й гимназии и 25-й школы. Валентина Приходько, Семен Сумигулин, Вестник Северодвинска. 2 мая завершается декларационная кампания. В налоговой ждут индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и всех, кто занимается частной практикой. Как подать декларацию правильно, специалисты расскажут в дни открытых дверей 14 и 15 апреля. Декларировать необходимы доходы от продажи и сдачи имущества в аренду. Дорогие подарки, выигрыши в лотерею. Изменения коснулись доходов, с которых налоговые агенты не удержали НДФЛ. Это штрафы и неустойки, выплаченные страховыми компаниями, муниципальные компенсации за детские сады и прочее. Декларировать эти доходы не нужно. А доход с продажи недвижимости, приобретенные после 1 января 2016 года, рассчитают из 70% кадастровой стоимости, если жилье продали существенно дешевле реальной цены. Подробнее разобраться в тонкостях помогут на ежегодном дне открытых дверей. На дне открытых дверей налогоплательщики могут получить необходимые консультации по заполнению декларации по форме 3НДФЛ, скачать программу для заполнения указанной декларации, заполнить и представить декларацию. 14 и 15 апреля предпринимателей ждут в операционном зале на Первомайской 3 и в многофункциональном центре на Советской 55. В связи с завершением декларационной кампании налоговая продлила график работы. По будням принимают с 9 утра до 8 вечера. Кроме того, все субботы в апреле рабочие с 10 до 15 часов. В Поморье вводится запрет на лов рыбы на время нереста. С 25 апреля по 8 июня он будет действовать в границах Каргопольского, Няндамского, Конышского, Вельского, Устьянского, Шенкурского, Верхнитуемского, Котловского, Красноборского, Велеготского, Ленского районов. С 1 мая по 14 июня в Плесецком, Онежском, Виноградовском, Холмогорском, Пиньшеском, Приморском районах. В том числе рыбачить нельзя в черте Архангельска, Новодвинска и Северодвинска. Запрет действует на все виды любительского и спортивного рыболовства. Нельзя применять обечеивающие, отцеживающие и стационарные орудия для вылова. Теперь о погоде. Ольга Савинова подготовила прогноз. Весна радует днем, а по ночам все еще зимние температуры. Здравствуйте. О погоде на вторник после анонсов. Смотрите во второй части выпуска. Тотальные диктанты в этом году писали на два северодвинца больше, чем в прошлом. 419 человек приняли участие во всероссийской проверке грамотности. Двух нетрезвых водителей задержали сегодня полицейские буквально в одно время. Один попытался скрыться, другой сел за руль чужого автомобиля. Два увлекательных и боевых матча в спортзале «Фокси в марш» прошли полуфинальные поединки открытого чемпионата Северодвинска по флорболу. Вас приветствует Небесная канцелярия и наш спонсор – строительный инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест». 15 апреля экскурсия по новостройкам проведи субботу с выгодой. 15 апреля строительный холдинг «Аквилон Инвест» проведет экскурсию по новостройкам. Всем пришедшим скидка 50 тысяч рублей на покупку квартиры. Запись на экскурсию по телефону 46 50 54, код города 8182. Во вторник, 11 апреля, по данным сайта Архангельского гидрометцентра, в Северодвинске ожидается ночью 1 градус мороза, днем плюс 6. Ветер южный, слабый до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня практически не изменится и составит 744 миллиметра ртутного столба. Облачно, небольшие осадки. В народном календаре 11 апреля – День березы. В народе она всегда считалась деревом жизни, здоровья и света. Из примет наблюдали, если березы опушаются рано, ждали сухого лета. А если облака бегут быстро в одну сторону, ждали жару в ближайшее время. Спонсор небесной канцелярии – строительный инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест». Приглашают всех желающих на экскурсию по новостройкам 15 апреля. «Аквилон Инвест» 46 50 54, код города 8182. У меня все прямо сейчас. Продолжение Вестника Северодвинска. Здоровье современной женщины подвержено влиянию негативных факторов. Клофем – биологически активная добавка от Архангельского водорослевого комбината. Может помочь вам сохранить силы, молодость и красоту. Спрашивайте Клофем в фирменном отделе в городе Северодвинске в ЦУМе на первом этаже. Вы смотрите Вестник Северодвинска. Мы продолжаем. Двое братьев 25 и 28 лет едва не сгорели в погребе в Плесецке. Молодые люди спустились за припасами. Так как освещения в овощной яме не было, братья зажгли свечу. За этим последовала объемная вспышка. Загорелась одежда. Предположительно, она возникла из-за воспламенения болотного газа, метана, который может скапливаться в местах хранения овощей. Пострадавших госпитализировали со значительными ожогами лица и рук. О других происшествиях в рубрике «Протокол». Сохранить тепло и уют в доме поможет торговая сеть «Все для газа» магазины «Теплый дом». Здесь представлен большой ассортимент бытовой техники. Что такое газ-контроль? Это если пламя задует, либо зальет, подача газа перекроется автоматически. Очень удобная функция, особенно если в доме есть пожилые люди или маленькие дети. Мы предлагаем бюджетное решение. Плиту с полным газ-контролем всего за 9 990. Торговая сеть «Все для газа» магазин и «Теплый дом» ждет своих покупателей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этих кадрах перепалка из-за мужчины в синей куртке. Сегодня он, предположительно выпивший, сел за руль чужой машины. Владелец вазовской четверки припарковался на Воронина-16. Мужчина в синей куртке проходил мимо. По словам его друзей, он подумал, что машина его знакомого. И решил ее переставить в другое место, чтобы та не мешала другим автомобилям. Ключи владелец оставил в замке зажигания. «За такого животного люди гибнут, придурок». «Что мы не гибнут?» «Он тебе помог за то, что ты поставил свое ведро посреди дороги, он его отдохнул». «Спасибо, говорю, спасибо, помог». Оставил ведро, а вот здесь четверку у подъезда выхожу, нет. Захожу опять домой, вызываю наряд. Слышу, подъезжаю, без глушителя четверка, моя пьяное тело из-за руля воплазает, там она сейчас сидит. «Тридцатка, штраф и уголовка там будет у него повторная уже». «Что снимаете? Зачем?» А этого алководителя задержали на Ленина 48. Полицейским позвонили очевидцы и сообщили, что у Центра занятости за рулем мужчина в компании друзей распивает спиртное. Рулевой на отечественном автомобиле попытался скрыться от полицейских. «Когда вы не жили?» Теперь алководителям грозят штрафы, как минимум 30 тысяч рублей, лишения прав и вплоть до уголовной ответственности. Словно ангел-хранитель уберег маму с коляской от трагедии. На трассе Архангельск-Северодвинск у грузовика отлетело колесо. У отворотки над цыглами оно буквально пролетело мимо женщины с коляской. Затем колесо снесло дорожный знак. На этих кадрах сотрудники ОМОНа задерживают сразу нескольких посетителей одного из ночных клубов Архангельска. В полицию стали поступать сообщения о том, что администрация увеселительного заведения пропускает отдыхающих с огнестрельным оружием. В ходе проведения профилактического мероприятия данная информация подтвердилась. Так, в помещении клуба были обнаружены несколько человек, находившихся с признаками опьянения, у которых были обнаружены травматические пистолеты. Данное оружие было изъято сотрудниками полиции. В отношении его владельцев составлены административные протоколы за нарушение правил ношения и хранения оружия. В настоящее время решается вопрос о лишении данных граждан лицензии на право ношения и хранения оружия. Кроме того, полицейские проверяют сообщения о других правонарушениях, зарегистрированных в данном заведении. Итоги культурных выходных подведет Мария Воробьева. Здравствуйте! В Северодвинске прошла самая масштабная всероссийская акция грамотности – «Тотальный диктант». В этом году его писали 419 северодвинцев. Проверить свои знания можно было в Исмарте и в восьми библиотеках города. Самой массовой по традиции оказалась Центральная имени Гоголя. Туда и заглянула наша съемочная группа. Улан-Удэ, Пермь, Санкт-Петербург. До последнего северодвинцы гадали, о каком городе будут писать «Тотальный диктант». Три эссе о родных местах от сценариста и историка Леонида Юзефовича. Текст чтецам и организаторам стал известен за 4 часа до начала акции. И вот диктант начался. Название рек древнее всех других имен, нанесенных на карты. Нам не всегда понять этот смысл. Вот и Селенга хранит тайну своего времени. Селенга, Улан-Удэ. Там прошла юность автора Леонида Юзефовича. Этот текст известные артисты, журналисты, философы, поэты города читали в 8 библиотеках. В Центральной на Ломоносово 100 эссе диктовал Николай Николаев, заведующий кафедрой литературы и русского языка Куманитарного института САФУ, профессор, доктор филологических наук. Сам проект по себе интересный. Во-первых, он значимый и для страны в целом, потому что интерес к русскому языку, он должен возрастать, если мы действительно заинтересованы в стране, ее укреплении. И мне интересно было просто посмотреть, как проходит эта процедура. Я это делаю впервые. Я работаю вообще с профессиональной средой, поэтому это немножко другая сфера. Ручка, листок, диктант. Вспомнить школьные годы в этот день захотели 419 северодвинцев. На два человека больше, чем в прошлом году. На самую массовую площадку в Центральную библиотеку зарегистрировался 81 северодвинец. Школьник Дима Кулибакин пришел проверить свою грамотность впервые. И как у тебя с русским языком и литературой в школе? Ну так, четверки, пятерку за год еще вроде никогда не получал. Я просто узнаю, в чем у меня ошибки, и в следующий раз просто их не сделаю. Тотальный диктант северодвинцы пишут четвертый год. Очень гордимся тем, что именно в наших стенах проходит тотальный диктант, поскольку это очень важно и для нас, и для сотрудников, которые в этом задействованы. Это возможность проявить себя новым сотрудникам, которые пришли к нам, потому что большинство из них являются филологами, преподавателями. И, наверное, это им очень интересно, поскольку они являются здесь не только библиотекарями, но и педагогами. Чтобы написать тотальный диктант на пятерку, можно допустить только одну пунктационную ошибку. Если в тексте более двух орфографических и трех пунктуационных, это четыре. На тройку можно сделать пять ошибок в орфографии и шесть в пунктуации. Мне показалось, что в этом году диктант более простой, чем в прошлом году, потому что не было таких хитрых конструкций, которые обособлялись запятыми, и там ставились кавычки. Еще ради чего стоит идти на тотальный диктант? Это, несомненно, выброс адреналина мощнейший, как в школьные годы. Как считаешь, на какую оценку ты написал? Я надеюсь на четверку. Очень надеюсь. Но это не факт. Узнать свою оценку Татьяна, как и другие северодвинцы, сможет 12 апреля на официальном сайте тотального диктанта. Прийти за результатами можно 15 апреля в Центральную библиотеку имени Гоголя на Ломоносово-100. Подальше от начальства, поближе к кухне. Такова была солдатская заповедь в военное время. Австрийский котелок 68-го года, польская фляга 30-х, швейцарская сухарка 50-х. Уникальные экспонаты из частной коллекции поселились в Краевеческом музее. Там открылась выставка «Солдатская еда на фоне столетий». Война войной, а обед по расписанию. Об истории солдатской еды и посуды расскажет эта выставка. Ее автор – преподаватель истории, техникума судостроения и машиностроения Геннадий Дубинин. Все знают вооружение «Служить тебе, как медному котелку». Вот два медных котелка, вот тот самый старый, 1867 года. Деревянная ложка, стеклянная фляжка – эконом-вариант, когда алюминия в военной России не хватало. Каких только трофеев не увидишь на выставке. Их представлено более сотни. И у каждого своя история. Есть экспонаты, которые подняты на местах боев, как по Красной армии, так и по армии вермахта. Вот там есть очень характерная фляжечка, которая специально ее выложила, экспозицию. Там очень характерны два пулевых отверстия, входных и выходных. То есть мы по этому предмету можем проследить судьбу вражеского бойца, который пришел на нашу землю. Ну вот, собственно говоря, и здесь в ней остался. Все экспонаты из личной коллекции Северодвинца. Некоторые из музея клубов «Адельвейс» и «Северная Двина». Это не только предметы Красной армии, но и других стран, которые воевали – Германии, Японии, Болгарии, Венгрии. Большинство экспонатов посвящено Второй мировой войне. Это выставка – попытка воздать должное солдатскому быту, его роли на пути к победе. Мне было интересно узнать, какие фляжки были. Интересная надпись на фляжке немецкой, как трофей. Там есть стенды, которым рассказывается о полевой кухне сейчас. Даже есть образец сухого пайка. На этой выставке новые открытия для себя сделали даже сотрудники музея. Я с таким удовольствием стояла и читала информацию, которую Геннадий Леонидович подготовил и представил на стендах о том, как в полевых условиях, в условиях военного быта пекли свежий хлеб. И о мобильных хлебозаводах, которые были в составе каждой дивизии. Выставка «Солдатская еда» на фоне столетий будет работать в Краеведческом музее до 31 мая. Такими были эти культурные выходные. До встречи. Уважаемые горожане! Приглашаем вас задать введя вопрос мэру Севердвинска Михаилу Гмырину. Открытая камера будет работать в пятницу 14 апреля с 12 до 13 часов у универмага «Радуга». Ответы главы города прозвучат в телепрограмме «Это актуально». 14 апреля в 19.40 в программе «Пресс-клуб». Журналисты Архангельской области дают свою оценку Международному арктическому форуму. Мне кажется, в голове нужно перевернуть с одного на другое. То есть первично не Арктика, первично Архангельск в Арктике. Все больше и большее число архангелогородцев знают, что земля Франца Иосифа – это не норвежская территория, а это архипелаг в составе нашего региона. Слава Богу! Кто такое жители Архангельской области в масштабах планеты? Это вообще 0,1. В третий раз случится, что милитаризация и Северодвинск, коллеги, это уже неверно. Когда ты говоришь, что делать? Ребята, работайте, чтобы мы считали себя жителями Арктики. И это все о нас, это все об Архангельской области. Смотрите арктический выпуск пресс-клуба 14 апреля в 19.40 на телеканале «Свой регион». И о спорте. Это были два увлекательных и боевых матча. В спортзале «Фокси» в матч прошли полуфинальные поединки открытого чемпионата Северодвинска по флорболу. В первом матче молодежь Севмаша предстояла студентам Сафу. Во второй игре сошлись старые знакомые флорболисты команды «А» и «Океана». На групповом этапе команда Сафу выиграла у Севмаша с минимальным преимуществом 7-6. Соперники встретились вновь, но уже в полуфинале чемпионата города. Школьники из команды Севмаш, ведомый играющим тренером Анатолием Быковым, с первых минут показали бешеный настрой, чего нельзя было сказать об их оппонентах, которые уступили дебютный тайм со счетом 5-4. Во втором отрезке хозяева продолжали бережно использовать свои голевые моменты, и счет увеличился до 8-5. Заключительный тайм стал нервным с обилием удалений. Флорболисты Сафу так и не смогли найти ключей для вскрытия обороны Севмаша и достаточно сенсационно уступили со счетом 13-7. Каждая команда оценивает, а то все команды сильные. Здесь не стоит не оценивать любого соперника. Каждый соперник может оказаться в финале. Сегодня была сильнее команда Севмаш. Я очень рад, что они вышли в финал, они достойны финала. Да, конечно, тут большую роль сыграл Анатолий Валентинович. Мы вместе тренируемся с сентября, и тренировки усердные. И вот на фоне вот этих нагрузок, тренировок, мы начинаем прибавлять постепенно. Из матча к матчу мы прибавляем. Вот в первом матче мы проиграли со фулл 6-7, сейчас уже дали ответку, такую, можно сказать, выиграли. Во втором полуфинале сошлись давние и непримиримые соперники команда «А» и «Океан». В обоих коллективах выступают игроки сборной области «Помор», и все же перед матчем предпочтительнее смотрелись моряки. Игра получилась сверхинтересной и захватывающей. Три периода соперники держали в напряжении болельщиков, и лишь в самой концовке «Океан» вырвал победу со счетом 10-8. Выбрали нормальную тактику, хорошо держались в обороне. И голы-то все, конечно, на наших ошибках. Сами себе привезли, так сказать, голы. У нас, я считаю, были более трудовые голы, чем у «Океана». Поэтому повезло им, потому что мы ошибались больше. На мой взгляд, вы пятак проиграли? Да, есть. Мы тут вначале одна схема игры была, а потом перестроили ее на другую. И как раз в этот момент как раз теряли игрочков, как раз в центре, откуда все и прилетело. Напомним, что в мае в Нижнем Новгороде пройдет финальный этап чемпионата России по флорболу, на котором выступят команды «Сафу» и «Помор». Так что поединки чемпионата Северодвинска носят еще и подготовительный характер к главному старту. Мы комплексно проводим тренировки. У нас два раза в неделю. Одна в Новодвинске, другая в Норт-арене. Сейчас уже полностью сформированы три полноценные пятерки, которые будут представлять сборную области. Сейчас ведем подготовительный процесс. Я думаю, что мы к концу апреля подойдем в полной форме для того, чтобы очень хорошо высказать на чемпионате страны. А до него команды разыграют медали чемпионата города. Матч за третье место и финал состоятся 22 апреля в спортзале «Фокси-Вмаш». Константин Мухин, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. Владимир Гришаев превысил собственный мировой рекорд на 9 килограммов. В столице по морю прошел открытый городской турнир по жиму «Белый медведь». В соревнованиях приняли участие более 40 атлетов из Архангельска и Северодвинска. На счету спортсменов города Корабелов три золотых, одна серебряная и две бронзовых награды. Мастер спорта международного класса Владимир Гришаев вдумайтесь в эту цифру, сделал жим штанги весом 345 килограммов при собственном весе в 104. Северодвинец стал абсолютным победителем турнира. Среди женщин медаль в «Абсолюте» также на счету спортсменки города Корабелов Елены Парфеновой. Наши чемпионы сейчас будут готовиться к Кубку России по жиму в Кемерово. Что касается остальных северодвинцев, то еще одно золото на счету Ксении Лебедевой, серебрового Максима Асеева и бронзовые медали на счету Анны Штефан и Антона Басакина. На сегодня это все новости. Материалы выпуска вы можете посмотреть и на сайте свойрегион.тв. До свидания. СЕВЕРНЫЙ РАБОЧИЙ СЕВЕРНЫЙ РАБОЧИЙ Во вторник 11 апреля по данным сайта Архангельского гидрометцентра в Северодвинске ожидается ветер южный, слабый до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня практически не изменится и составит 744 миллиметра от трудного столба. Облачно небольшие осадки. Температура ночью минус 1, днем до 6 градусов тепла. Спонсор прогноза погоды – газета «Северный рабочий». Оформите подписку онлайн, не выходя из дома и получайте газету «Северный рабочий» вместе на все времена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова